так шо пацаки всем привет да шо ты да короче зверьте новая ушка появилась у меня полотен снимать сними крутым планом это болтинничек короче зверьте 32-шка на фоне него блять как я на фоне вас короче сейчас будем тестирую для начала попробуем еще размяться с 32-шка я уже один подходик сделал сейчас мы еще один да возьмем кстати мы тогда на халтуре я уже боюсь ну короче надо глубже сюда закладывать я и оставлял пару раз здесь надо прямо сюда вот это категорично если пацаны правильные герой кино смотрят они могут не закатировать короче халтура вот там в основном и хорошие комменты но пацаки могут сказать что халтура кстати ну хай халтуре от названия произведем контрольное взвешивание контрольное взвешивание да так вага там уже стабилизовалась по сниму так мы снимаем и что там на сто тридцать и что-то там стройбом теперь здесь вот эту тридцать двушку 32-шку так да один килограмм недовес и теперь вот эту блядь самихиросов короче конечно же нам надо хорошо пацаки размяться я еще даже не правы руки только сегодня я забрал из почты и сейчас будет первый тест тест на сколько парню партюм раз на 5 вы хотите попробовать ну я уже и я уже и схватил партюм прийшел холодный сразу схватился в гирю и я что я могу сказать я и может на раз вытолкну сошунгом диким ну звездно нам так короче надо пацаны хорошо размяться я снова работаю только правой рукой левую конечно ну как я и говорил я тренирую но контрольное измерение особенно на таких жестях я делаю правой тридцать два вообще уже нет пушок особенно учитывая то что я свежий разминаетесь парни разминаете сюда тщательно пусть даже вы чуть-чуть устанете развиваться надо запомнить так разминка цель от нас уснул спортивного довголетия правильно да да короче что вы там писали кстати что типа вот в зале в коментах наверное 8 нам написали что я в зале матерюсь при ребенке ты видел когда 207 ты жил я думаю эти дети знают сейчас матюкрей больше чем мы тому ну так что мы с вами жили в 17-м каком-то столетии мы с вами были какими-то графинями если бы мы там десь что-то ах ой я сказал блять то в принципе да так в зале занимаются люди и ну каких-то норм колеси матюки сказаны в залежности ну доречной ситуации то это да но когда просто приходит какой-то конч бидло и начинает там мат перемат ну это ну как бы есть правильный баланс матюки вот в обе усилий короче пацаны хочу сказать надо в зале в зале ну мы как бы не на детской площадке если вы помните когда вот я выхожу на площадочку где даже последний раз на видео смотрел в обмору типа ребенок ушел а ушел что помнишь там пациент гулял когда мы на детской площадке мы конечно фильтруем базар когда извините у меня тяжелая тренировка его маша видит что здоровенный мужик материться лучок если как бы чем не отвезти ребенка слышишь в этом арубе штуку я выложу нас перевернули еще взагалі люди приходят молочи заново оставить на поначалу было так не ну все равно старича знаешь ну так было время стране шутнуться да вот просто я как бы гнать я не вижу смысла вы может быть те кто смотрит те кто пишет это может быть вы такие знаете терпевый кукол вы через дефис или кукол вы не знаю поправьте меня да но я не собираюсь как-то себя сдерживать когда у меня тяжелая тренировка когда я в зале не на детской площадке когда я в зале и я такой буду хопа смотреть по сторонам что там ребенок хоккей не буду материться извините у меня тяжелая тренировка я себя как бы отпускаю поэтому я думаю что эти люди пишут про матюки ладно разрубите да это останний здесь разминочный 32 жмется как у меня 8 килограмм гантелька я думаю что эти люди пишут они закрываючи ваш видос відгоняю свого малого від компьютера тому що їм потрібно зіграти з бутылочкой пива в world of я думаю они там слів не выбирають ну не ну понятное дело каким бы ни был наш зритель мы сами должны представлять из себя какой-то адекватный пример нравственности мы понимаем что у каждого человека есть границы какой-то распущенности все такое поэтому я еще раз повторю у меня тяжелый тренировка я как бы мы сначала выложиться и пожать эти 270 настолько легко насколько это возможно я как бы в зале и не на детской площадке обычно в зале базар особо пацаны не фильтруют пацаны орут пацаны там имеют привычку нашу делать поэтому не вижу скажем так логики в ваших замечаниях если я записывал например видео про локти про плечи и при этом матерился бы через слово но базаром нет это было бы здравое замечание а так ну не знаю что вы хотите я думаю что можно оправдать таки психоэмоциональный настрой я статую из подручника за циорс по спортивной методологии подготовки где он пишет что спортсмен який зазнаю перед подходом такого психоэмоцийного подъема стану у него сбольшуюся гнучкистей силовый показник ну если мы говорим про разовый подъем там про это писалось я могу я даже скажу вам на какой это странице как гляну дома что мы кстати этот обычно на площадке мы последнее время когда ходим я не использую ремень потому что я его в принципе с собой не беру вот этот ремень лежит свой этот ремень я подарил своему подопечному дмитрию губерку димон что ты там подтягиваешься на тесне у меня есть такой старенький что потестил первом суши такой ну давай-то понаседайте значит правило старт получше команда опустить вы запомните ну почему я трошка на валюку можно снимать там у нас там какие-то штуки поплыли а 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 от а а itu調 3 опусти 4 5 6 7 8 9 10 10, опустить, 11, опустить, 12, опустить, 13, опустить, 14, опустить, 15, опустить. 15 раз, да, жестко, у нас в правде. Вот это, я понимаю, настроился, да? Ну, да. Хорошо. Аж пошло. Треба кликбейтную назву, там, соседи в шоке, там, что-то такое. Это астероидная ярость, боевая ярость, секретные украинские боевые истероиды. Ну, нормально. Когда настроишься по цике, совсем она не тяжелая. Я так скажу. Так что, не надо вот это таки. Давай, это пришло. Вот так вот, блядь, пиздануть, и тогда оно сразу пойдет. Ну, я думаю, у большинства людей подхватило всю тему, не сколько через то, что они... Что им это надо, да? ...выкупили, да. Просто, чтобы повиделываться. Такий мейнстрим легкого садомаза в тренажаціях. Не надо, пацаны. Знаете, делать это, потому что надо. Либо ты хочешь себя уебать, либо ты искренне вот так, знаешь, как пёс, блядь, подошел какой-то, и вот ты его ненавидишь, блядь. Принуждать к действию. Понимаете? Потому что вы, это что? Да, я чуть-чуть позакручу. Вот что-то громко. Человек это совокупность гормонов, совокупность нервных импульсов, совокупность поведенческих реакций. Ваша задача, если вы хотите быть эффективным спортсменом, все это, конечно, использовать и получать с этого профиты. Теперь я понимаю, почему я неэффективный спортсмен. Он и начинает. Ну, как бы, факт. Что? Что, вам для первого раза? Да, очень потуже, на самом деле. Я думал, будет меньше, на самом деле. Сколько ты думал? Ну, я думал, ну, пять, потому что не потому, что вы там не поднимете, а потому что, как бы, ну, такую вогу сразу в руку вкинуть, ну, питание навыка, типа, утримывание. Она, на самом деле, очень удобная. Ну, это прекрасно, на самом деле. Она очень удобная, хорошая неделя. Короче, пацайте. Ну, это везде дарма сказали, потому что истинные гиревики, вот, и будут писать, что гиря должна быть неудобна, и что-то будут придумывать. Нет, чувак, гиря очень удобная снаряд. Ну, кто-то может придолбаться до толщины ручки, например. Ну, уже ж. Короче, пацаны, 50 килограммов на пятнадцатом руках пацанская гиря на 15 раз. Критикуйте, пишите отзывы, засирайте, кройте хуями и становитесь сильнее. Надеюсь, я вас мотивирую. Кого-то в хорошем ключе, кого-то в плохом ключе. Самое главное, что вы не остаетесь равнодушными. Пока. Да, дополучно. Что, нам, пожалуйста? Да, надо выключить теперь. Выключить? Да, я тебя сниму. Силу сутки. Да, я тебя сниму. Силу сутки. Натани своей киркой. А что, Батани? НАТО. НАТО. Я ЛГБТС, секс-инструктор из НАТО. О, Боже. Не кисти такого. Надо в Украине, гаубицы в Украине. Все шикарно. Отлично. Да, я схудав. Взвитий. Ни якого зараз спортивного режима не може, ну нічого. В мене світ на цьому не завязаний. Пане, ну ми за вас боліваємо. Всі, хто з Украины, ще більше, ніж за мими. Кто боліваєте? Ну я і інші ваші співвячі. Ні, ви то понятны, а так, ну це моє особисте діло. Спасибо.